У нас суть проблемы в том, что мы были в компании Домострой, и они нам не перечисляют наши деньги оставшиеся. Это вот за 23-й год мы от них ушли с июня 24-го. За 23-й год вот они нам должны 151 837 рублей. И с января по май 24-го года никаких отчетов, никаких денег. Вот у нас было письмо, я просто его вела с собой, ну как бы в распечатанном виде. Мы к Канатову приходили с этим письмом, ну дабы сказать ему, как организация, которая стоит, собственно, ну как головой над этими управляющими компаниями, чтобы он нам как-то посодействовал в этом вопросе и помог решить вот вопросы непосредственно с Домостроем, чтобы мы, собственно говоря, не сразу, как говорится, шли по судам, что это тягостно и все это как бы не очень правильно. Вот, но Канатов нам сказал, он говорит, а вы, ребята, что вы от меня хотите, я типа ничего не могу вам сделать. Хотя, казалось бы, инспекция жилищная должна, по сути, тоже помочь. Инспекция жилищная просто от футболя у нас, она ответила на мое письмо, которое в госуслугах, вот номер вот этого письма. Вот от 6-го мая мы его писали. Вот, ответила она нам очень интересно, она сказала, что вы можете аудиторскую проверку запросить, потому что мы вот им, собственно, просим их финансовую проверку сделать непосредственно компанией Домостроем, потому что мы реально просим им, у них отчетность денежных средств наших, которые с нашего дома потрачены за 22-й год, не предоставлено вообще. То есть это остаток, с которого они заходили на наш дом. Эти деньги не потрачены первое, ну, по крайней мере, документально они для нас не потрачены. Соответственно, они остаются у господина Копоти, ну, грубо говоря, на счету. Вот, и он нам не только о них не отчитался, он вообще ничего не поведал нам, куда эти деньги исчезли с нашего дома. Плюс 24-й год тоже неведомо прошел, наш год без долгов работает, он платит все вовремя и правильно. Все платежи, да, у нас как бы закрыты. А вот что касается господина Копоти, у нас, получается, ну, ничего не происходит. Плюс ко всему, само отношение этого человека к нашему дому конкретно, я не могу говорить там о всех домах, которые он ведет, но вот с нашей точки зрения, вот Лидия Алексеевна, она у нас тогда как бы помогала управляющему дома нашего, да, и вот она этими вопросами занималась даже вплоть до платежек, которые они должны, по сути, сами разнести в наш дом. Мы за ними ездили сами, ну, я не говорю про себя, допустим, вот Лидия Алексеевна, как помощник управляющего дома на тот момент, они не могли их добиться, потому что контора, как, извините меня, Кремль просто была закрыта 24 на 7. Когда мы звонили лично Копотю, общались с ним, он нас просто, ну, вот я с ним лично общалась, у меня были вот свидетели Лидия Алексеевна, внук, вот ее мы вместе ездили, меня просто прям послали. Я не буду говорить плохими словами, но это было неприятно, что, в общем-то, должностное лицо, представляющее организацию, управляющую компанию, вот так себя может вести. Было очень неприятно. Вот. Господин Канатов, к сожалению, нам никаких должных, вразумительных ответов не дал. Жилищная инспекция отправила мне, насколько я помню, вот в мою госуслуги, в личный комбинет, документы о том, что, в принципе, у нас и так было. Они отчетность прислали, причем в таких нечитаемых форматах, как будто мы здесь такие компьютерные гении все, а мы обычные простые люди. Мы просто хотим, чтобы наш дом обслуживали, и управляющая контора, которая нами управляет, она должна работать и, собственно, выполнять условия договора, которые, в общем-то, уже все прописаны, как истинно. Сколько лет вы с домостроем работали? Ой, мы с ними мало. Мы за 4 месяца в 22-м году, 23-й, и вот 5 месяцев января по май этого года. Практически два года, да? Ну, практически, да. Мы приняли, да, общее собрание решения, приняли домовое. И перейти, пришли сейчас в другую контору, компанию. А господин Копть очень здорово говорит, очень интересно, так, знаете, мягкостелить, жестко спать из этой области. Вот пословица такая русская, прям приемлема к нему. Но на сегодняшний день мы просто в ужасе в том, что деньги есть, а мы даже ими воспользоваться не можем. И реально, вот, и законодательно, причем судебная практика тоже практически не имеет никаких положительных моментов. Нет, на суд можно подать, на суд. Но что нам присудят? Да, а что присудят? Я говорю о судебной практике, к сожалению, на сегодняшний день это такая прореха, прям вот дыра буквально. То есть это практически вот компании управляющие могут реально пользоваться деньгами домов, и им ничего за это не бывает. Это просто, буквально, вот, я не знаю, это дыра какая-то. Лично вы приходили, это я уже понял, у вас письменно, вы еще напрямую в домострой обращались о возврате денежных следствий? Мы им писали. Мы им писали. Все. А потом они, значит, что нам ответили, что я уволена, все, с нами они не работают. Ну да, они как бы в одностороннем порядке. Месяц мы у них были, а старший уже с ним не работал, то есть, что они там творили, не знаю. Ну и что я хочу, конечно, вот, как мы перешли у нас, раньше было ТСЖ. С ТСЖ мы работали лет 10 точно, но уже возраст-то не тот, по 80 лет и деду 83, поэтому мы, думаю, уйдем в управляющую компанию. Ну да, думали, лучше будет. Да. Копоть, он очень хорошо говорит, мягко стелит, но жестковато спать. Вот, что они нам сделали? Они нам единственное, что сделали, вот за эти почти два года, по капремонту, канализацию, вот в подвале, в подвале. Да, но контроль качества-то не установили. Вот сейчас, вот на сегодняшний день, мы тогда им уже указывали, что труба течет, на что Копоть сказал, вот, Лидия Алексеевна, как бы свидетель, она с ним на эту тему общалась. Он говорит, ну, у вас же еще капает, а не течет. Мы в смысле, говорю, ну, когда потечет, тогда, говорит, мы и придем. Течет, это с ноября, с ноября, сделали только ее в феврале. Это вот работали, вот эти вот, от Т-плюс, ребята, и говорят, Лидия Алексеевна, у вас такой подвал, ну, что же у вас канализация течет? Я уже им позвонила и сказала, вы понимаете, уже Т-плюс возмущается, почему канализация? Вот они тогда прям буквально на следующий день пришли, а там единственное, чего, там труба лопнутая была, вот когда вставляли пластик. И вот ее сняли и новую туда сделали. Там, ну, 15 минут они, ну, 20 минут от силы работали. И все. То есть вы на данный момент уверены, что у вас положительный баланс дома, и вам не предоставили отчетность, и не возвращают средства в новую управляющую? Второй год у нас, как бы это остаточный период, когда они заходили на эту сумму, и конец 24, вернее, ну, 24-й год, когда мы, ну, говорят, с начала и по мае, по май. Ну, по мае, июнь, там, в общем, в июне с ними закончили работу. А 23-й год, вот они нам должны. Отчет есть. И госуслуги нам тот же отчет предоставили, вот в нечитаемых форматах, но, в принципе, они предоставили тот. То есть 151 837, у вас положительный баланс на счету дома, да? Да, мы им ничего не должны. Это был в 23-м году, вот они с этого баланса на 24-й выходили, 24-й, не предоставлена документация, аудиторскую проверку, которую жилищно-коммунальная инспекция нам сказала, запросите, но это тоже нужно время. Она денег стоит, да. Да, и она денег стоит, это все наши деньги. И очень больно и обидно, что люди, которые должны помогать обычным простым людям, которые в принципе стоят во голове этого дела, они просто умывают руки. И вы, говорят, там сделайте, вы туда сходите, а вы-то простите, что делать будете. Зачем вы вообще тогда просто бюджетные деньги жрете?